После ввода мощных антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек российский автопром лихорадит. А теперь давайте выясним, как себя чувствуют отечественные производители автобусов. Тревожно и непонятно. Такой общий настрой участников рынка. У всех автозаводов есть некоторая зависимость от импортных комплектующих, особенно в сегменте больших автобусов, где так важны автоматические коробки и портальные мосты. Собственно, вся конструкция современного городского автобуса подчинена одной задаче – максимально уменьшить высоту пола. Это невозможно осуществить, не используя портальные мосты, лучшими из которых считаются изделия фирмы ZF. Впрочем, вместо продукции ZF, Dana и Rabo можно запросто закупить антисекционный китайский Ханде. У группы Вейча есть сверхсовременный завод Шан Си Ханде, что делает мосты для пассажирской грузовой техники. Так что главная потеря – автоматы от Ellison, Foyt и ZF. Производители не исключают, что часть автобусов даже придется оснащать ребилдом, то есть восстановленными агрегатами со старых машин. С двигателями ситуация попроще. Даже если Cummins решится покинуть российский рынок, в Ярославле делают толковые дизельные шестерки. А для техники малого класса, заволжскому моторному, похоже, придется возобновить выпуск бензиновых моторов V8. В любом случае, на ближайшие месяцы флагманы отрасли, Ликинские и Нефтекамские заводы имеют некоторый запас компонентов. А дальше заводчане ждут локализации компонентной базы и смягчения экологических норм. Кстати, о массовом производстве электробусов Lias и Nefas, похоже, придется забыть. В батарейных базах слишком много импорта. А китайские компоненты из-за резкого падения курса рубля становятся почти золотыми. Интересно, не жалеют ли московские власти о том, что поторопились разобрать контактную сеть для троллейбусов. Павлова автобусное производство полностью зависит от поставок родственного Горьковского автозавода. Но очевидно, что основой гаммы марки PAS теперь на долгое время станет немолодая модель 3205. И лишь ведущий белорусский автопроизводитель, МАЗ, чувствует себя совсем хорошо. В Минске давно сделали ставку на китайские агрегаты, запустив совместные моторные и трансмиссионные заводы. Более того, газовые и дизельные двигатели Вейчай, собранные под Минском, можно отправлять и в Россию. Были бы заказы. С ними дело пока обстоит неплохо, благодаря федеральным программам закупки общественного транспорта.